Дневной разворот Мы будем сегодня говорить с интересными гостями Как обычно будем приглашать вас Просвещать, что у нас любопытного состоится В ближайшее время Ну и кроме того розыгрыш Обязательно розыгрыш У нас сегодня будут танцы по радио Интересный формат у нас сегодня Картины мы уже по радио показывали Танцы мы еще пока не передавали Ну и кроме того масса призов для вас уже готовы И книги, билеты и так далее Хотя, кстати, Володь, могу поделиться своим жизненным опытом В свое время у нас были трансляции радио-трансляции балетов По центральному радио, по советскому Они были, да, то есть диктор немножко рассказывал Что происходит, потом звучала музыка Сейчас танцор делает выпад вправо Ну просто пересказывал сюжет условно Нет, Павел не объяснял, но сюжет Что там принц вышел на полянку Увидел там лебедя, например, и звучит музыка По сравнению с радиофутбольными матчами Это интереснее слушать? Это примерно такое же ощущение Когда пытаются описать неописуемое Хорошо В общем, дождитесь После 12 часов стартуем Ну а прямо сейчас приветствуем в нашей студии Романа Береснева Председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман Александрович, добрый день Добрый день Мы неспроста пригласили Те, кто новости читают, прекрасно знают Что профсоюзы активно присутствуют В последнее время в информационном пространстве И в первую очередь это связано с инициативой По повышению пенсионного возраста Буквально новости последних дней читаем От Федерации Почти 35 тысяч подписей Кировчан против повышения пенсионного возраста Собраны, акция продлится Видимо, она продолжается сегодня Вот еще крайний срок 13 июля была обозначена Где можно подписаться? Скажите сразу Куда прийти? Московская 10 Сейчас там как раз Я выходил Работают наши сотрудницы Которые собирают прямо у здания Стол стоит Подписи собирают Прохожих Тех, кто Желает подписаться Вот против данной инициативы До которого часом можно Сегодня в течение дня И мы все-таки решили Что в понедельник тоже продолжим сбор подписей Подписи продолжают нас поступать Со всех районов Кировской области Поэтому сбор подписей Последний день будет еще в понедельник То есть 35 тысяч это по всей области Да? На сегодняшний день Актуализируется 19 тысяч 763 человека Подписи только против Или можно и за подписаться? Ну у нас подписи Как бы там Под нашей инициативой Под нашим заявлением То есть здесь за нет На сайте есть такие вариации То есть там по-моему 5 за сегодня проголосовал Других к сожалению вариантов Хотя там несколько вариантов есть Никто не выбирает почему-то Что за люди приходят? Интересует возраст? Пол? Абсолютно разные То есть есть люди и пенсионного возраста Есть и молодежь И в общем и целом Главное что видно по человеку Что это их проблема волнует И это действительно проблема Которая волнует Как мне представляется Каждого сегодня Гражданина нашей страны Приходят в основном молча Ставят подписи Ну там нужно еще и данные свои Да ведь оставить? Ну фамилиями отчества Фамилиями отчества Паспорта не требуется? Нет не требуется Подходит молча эти вещи подписывают Или как-то вот на разговор Еще тянутся сотрудниками федерации Вот сейчас как раз Высказывают свои Выходя я слышал часть разговора Как раз говорили о том Что там работали на сложных Производственных Процессах И здоровье сегодня уже Ну женщины примерно Пятидесятилетнего возраста Здоровье уже С проблемами серьезными И как там дальше работать И какие там вопросы будут Ну плюс еще Женщины естественно там сказать Все что связано с детьми Еще там увеличивают И дополняют Поэтому вот это как раз Разговор я слышал Поэтому конечно там С разными позициями Кто-то без комментариев Кто-то с комментариями То есть люди Живо все равно обсуждают Потому что это сегодня Касается каждого И наверное там В каждой семье сегодня Обсуждение вот этих Инициатив Оно безусловно ведется Но это в областном центре В районах области Тоже нечто подобное Вы организуете? Да конечно То есть у нас Наши профсоюзные организации Там собирают подписи везде И вот сейчас привозят Там из дальних районов Ну совсем недавно Вот мы посмотрели И там по инициативе Нашего координационного совета В субботу в Яранске Например был проведен митинг Там вот против данных инициатив То есть в общем-то районы Тоже уже высказывают Свои позиции В рамках и конкретных мероприятий Что будет дальше С этими подписями? Мы направим их Тому субъекту Который должен принимать решение В Государственную Думу То есть просто из Кировской области Сразу в Госдуму Там минуя условно говоря Центральный профсоюзный аппарат Идет принятие решений На конкретном уровне То есть я считаю Что это более правильный подход На сегодня То есть есть законодательный орган Который должен принимать решения И мы выражаем свою позицию Потому что наши все резолюции Они как раз и гласят Вот наше решение Заявление Кировской областной Берет номер профсоюзной газеты Да нет Там просто я не взял решение совета Оно здесь опубликовано Мы четко обозначаем позицию Учитывая там Все наши там требования Считаем необходимым законопроект Предложенный Снять с рассмотрения Государственный дом Вообще снять Вообще снять с рассмотрения Забыть о нем Ну по крайней мере На какое-то время наверное точно Понимание объективности Процессов которые происходят Сегодня есть Обсуждать тему Наверное необходимо Но обсуждать тему Надо как бы всесторонне Не углубляясь Только в одну Какой должен быть возраст Собственно говоря И какие категории Сегодня должны Так или иначе Попасть под те или иные Изменения в законодательстве То есть мы говорим О более широком Рассмотрении данного вопроса Учитывая все факторы Связанные сегодня С рынком труда И вопросы связанные С безработицей И с трудоустройством Молодежи И лиц предпенсионного возраста И вопросы связанные С уровнем оплаты труда Потому что от уровня Оплаты труда Зависит и взнос В пенсионный фонд В конечном итоге Поэтому весь спектр Этих вопросов Мы считаем Необходимо Сегодня более качественно На хорошем экспертном Уровне обсуждать С правительством С органами власти Наверное Это более необходимо Более правильно То есть Правильно ли я понял Такая позиция Профсоюз Что давайте сначала Все обсудим А потом уже будем вносить Какие-то законопроекты Абсолютно точно То есть так именно Ну а Как мы знаем Представители Единой России Несколько иной позиций Придерживались Они говорили Что давайте сначала Примем Мы не имеем Вроде как права Отказывать Говорит Нет правительству Давайте примем А потом уже будем Вносить некие коррективы Ну подходы Как-то так В этих вопросах У нас есть своя позиция Вы сейчас выразили Другую позицию Есть третья позиция Поэтому это разные позиции Которые сегодня И должны Быть в голове обсуждения Надо все равно Эту тему обсуждать Надо все равно Подходить К каким-то Конкретным решениям Которые должны быть Понятны Ясны И прозрачны Для наших граждан Там у вас любопытное предложение Было Озвучено Тоже не так давно По поводу Шестичасового рабочего дня Был дело Было Давайте поговорим Об этом Интересно Очень Хорошо Повышаем пенсионный возраст Но взамен нам Дайте Сокращенный рабочий день А как мы Мы же международными Обязательствами Какими-то связаны Восьмичасовая Рабочая неделя Или Сорокачасовая рабочая Сорокачасовая Рабочая Какими международными Обязательствами Улучшение положения Трудящихся Это Внутреннее дело Каждого Государственного Я так понял Что обязательства Такие не более Восьмичасовая Это же там Предельные Какие-то вещи Если мы В этой ситуации Что-то улучшаем Это точно Мы нигде Не попадаем Ни на какие-то Международные Проблемы И сложности Поэтому Здесь Эта тема Должна обсуждаться Как когда-то Обсуждалось Когда рабочий день Был 12-часовой И там Требовали Рабочий Давайте сделаем Восьмичасовой Рабочий день Это тоже обсуждалось И было принято Конкретное решение Мы понимаем О каком годе Мы сейчас говорим Ну то есть Восьмичасовой Рабочий день Это устоявшаяся позиция С 1917 года И 40-часовая Рабочая неделя Понятно Что там Это еще Вводилось Для отдельных Категорий Для отдельных Производств Чуть позже Как бы там Советский промежуток Времени Но вот я считаю Что эта реформа В принципе Трудовых отношений Советского Союза Была самой Прегрессивной Самой качественной И самой достойной Вот вчера Мне задавали вопрос Тоже журналисты Какую реформу Вы считали Вот абсолютно Правильной Для страны Я вот эту Считаю реформу Кстати я посмотрел Посмотрел в календаре Ведь завтра у нас 14 июля 14 июля 56 года Был принят закон СССР Трудовых пенсий Вот видите То есть когда Дата такая Почти круглая То есть ровно 62 года назад Ровно 62 года назад Пожилое население Страны получило Все таки Да заслуженные пенсии Роман Береснев Председатель Федерации Провсоюзных организаций Кировской области У нас в студии Подошло время Небольшого перерыва В самом начале Я сказал Слушатели Вы не ослышали Что это разговор с вами Сейчас объявляю Номер телефона 211-101 Мы спустя полминуты Будем говорить О митингах Против повышения Пенсионного возраста И вопрос Вот следующий Сегодня вам задаем Пожалуйста Звоните Высказывайтесь Вы пойдете Или вы уже ходите Вот на эти акции Не обязательно Организованные Профсоюзами Цель которых Высказать свое Недовольство Не согласен Вы пойдете Ходите Почему Либо не ходите Не пойдете И тоже Обоснуйте Пожалуйста Свою точку зрения У нас на сайте Здесь кстати есть Давай после перерывчика Хорошо Давайте перерыв 211-101 Вот опрос я озвучил Вопрос озвучил Итак опрос Который полностью соответствует Тому вопросу Который мы сегодня задаем В эфире 211-101 Да то есть опрос Съединили на сайте Нашей радиостанции И в группе нашей Вконтакте Пойдете ли вы на митинги Против повышения Пенсионного возраста Стоит 4 варианта Ответ мы предлагаем Да конечно Кто если не мы Второй вариант Я бы пошел Но организаторы Вызывают сомнения Третий вариант Нет Эти акции ничего не изменят Ну и свой вариант Можно написать Просто в комментариях К этому вопросу Какой же результат Радует Радует Итоги голосования На нашей странице Вконтакте Кого радует Сразу Володь вопрос Ну радует Володю Володю Радует Что немало Активных людей у нас Больше полусотни человек Проголосовали Да не так много Но все таки 50% Да конечно Кто если не мы Голосует Ровно 50 На втором месте 30% нет Эти акции Ничего не изменят И на третьем месте Я бы пошел Но организаторы Вызывают сомнения 11% за это Поголосовали Причем митинги Мы говорим Не конкретные Профсоюзные Вообще Вообще Говорим Еще раз уточняем Мы сейчас не имеем ввиду Конкретных организаторов Пойдете Почему Не пойдете Почему Звоните 211-101 Итак Следующий митинг Как мы узнали Из СМИ Тоже у нас анонсирован На понедельник 16 число Да Давайте поговорим Об этом Где С чем приходить Транспаранты Какие-то Лозунги Просто приходить Просто приходить Куда приходить Площадка У памятника Степана Халтурина Там улица Московская 1В Напротив этого здания Значит Эта площадка Она как бы там сказать Известна для горожан Согласовано да уже Или не надо согласовывать Решение принято Согласовано да С городской администрацией Разрешение получено Поэтому мы вот это мероприятие Будем в понедельник проводить А вы Восколько Эту площадку 18.00 Вопрос по площадке Такую Эту площадку изначально Для себя предположили Или все-таки Может быть хотели бы Ну где-то в другом месте Более людом провести На сегодняшний день Все остальные площадки Наиболее крупные Они там И имеют ограничения С точки зрения Проведения Общественно-политических мероприятий И поэтому Площадка Где можно проводить Вот такие Общественно-политические мероприятия С общественно-политическими требованиями Это вот этот Сквер Этот парк Эта площадка То есть Там мы и будем Просто выбора нет Ну особо выбора нет Как будет проходить Ну программа Серия выступающих будет Да обязательно Вы выступите Ну митинг он предполагает Определенную серию выступающих Будет выступающие От профсоюзных организаций Сейчас список Завершается в формировании Естественно я буду Озвучивать позицию Федерации профсоюзных организаций Кировской области То есть какие действия Мы уже предприняли Какая работа проведена Что собственно говоря Сделано Вы сейчас можете частично затронуть Уже эти вопросы Какая работа проведена Еще раз напомним Ну давайте Да это самое Мы естественно Сразу начали этот вопрос рассматривать Дело в том Что у нас Очередное заседание президиума Как раз совпало С 14 июня То есть мы 14 июня Во второй половине дня Собирались Когда уже инициативы Были озвучены Естественно мы сразу Там начали эту тему обсуждать 21 мы провели заседание президиума Где приняли решение Провести внеочередное заседание Совет это наш там Главный Основной законодательный орган И 26 мы это заседание Совета провели В нем принимали участие Губернатор Кировской области Председатель законодательного собрания Депутат Государственной думы Азимов То есть большой спектр людей Мы пригласили Руководит пенсионного фонда нашего То есть в общем и целом Они тоже позиции свои озвучили Позиции озвучили Наши члены профсоюзных организаций Мы по итогам Приняли соответствующее заявление Где попросили снять с рассмотрения После этого 27 мы провели Это вот как раз заявление Которое здесь в газете Да, да, да Было принято 27 мы По нашей инициативе Было приведено Заседание трехсторонней комиссии Областной Это наш механизм Главный Как бы там Где мы позиции свои озвучиваем И тоже мы позицию В очередной раз озвучили В протоколе Она отражена Сегодня заседание Данной комиссии О том что мы не согласны С принятием данного законопроекта И это решение Ушло в российскую трехстороннюю комиссию То есть как некое мнение Там в том числе нашей стороны 28 был проведен пикет Около здания законодательного собрания В день собственно голосования В день собственно голосования Где мы тоже свою позицию выразили И соответственно тоже Ну средства массовой информации Эту позицию озвучивали Ну и соответственно дальше Мы сейчас вот проводим Вот это массовое мероприятие Под названием митинг Продолжается сбор подписей Да я хотел как раз об этом сказать Продолжается сбор подписей То есть вот эта вся работа Сегодня проводится У нас есть звонок Давайте послушаем Пойдете не пойдете Ходите не ходите На акции протеста Почему Алло добрый день Вы в эфире Добрый день Меня зовут Денис Я приветствую всех Находящихся в студии А также всех радиослушателей Да Денис Ваша позиция Я хожу Ходил И ходить буду Но Я вот что хочу сказать Вот я очень много с людьми Общаюсь Вообще как бы Достаточно социально активный человек Могу вот что сказать На вот эти акции Я был в последнее время На всех Народу приходит очень мало А мало приходит потому Что люди Не верят уже в то Что возможно Вот этими митингами И пикетами Что-то изменить Потому что они проходят По принципу Собрались Постояли Повозмущались И разошлись А власти Которая у нас Сейчас в стране И на это Как бы Ну они смотрят Как бы свысока Ну прошли люди Повозмущались Разошлись А мы делаем Своё дело Поэтому вот Я хочу Довести Пользуясь случаем Пользуюсь аудиторией До представителей Профсоюзов О том Что Люди готовы Уже поддержать Всероссийскую Забастовку С требованием С одним По большому счёту Это отставка Путина Правительства И Государственной Думы Потому что Всё вот это То что сейчас происходит Это просто Размазывание Протеста Сегодня собрались Через единицу Собрались В конечном итоге Пар будет выпущен И Правительство И правящие круги Они сделают То что они хотят Это первое А второе О чём бы хотел сказать Все возмущаются Повышением Пенсионного возраста Как таковым Но никто не думает О том что уже Через 10 лет Людям Работать просто будет нигде Не то что даже людям 55-летнего Людям гораздо моложе Потому что мир меняется Меняются технологии И вот уже мы сейчас видим Когда в известной сети По продаже воды Уже нет Тех прекрасных женщин Которые нам продавали воду Там уже сейчас Всё происходит автоматически Вот уже 10 лет И не будет уже такси Не будет водитель приезжать Не будет в магазинах продавцов Где будут работать Все эти люди Но это большой вопрос Работать им будет нигде Поэтому они пойдут На биржу труда Будут получать копеечное пособие До пенсии Они просто не доживут Потому что это политика Такого социального Геноцида русского На семья Надо говорить об этом Открыто и честно Денис, подкупает Ваш такой широкий Очень подход Конечно к вопросу Вы вот ходите на эти акции Много ли вы молодых Молодых женщин Мужчин Видите на них Вы сами Судя по голосу В общем-то Человек-то ещё не пожилой Молодёжь ходит Мне до пенсии По новым реформам Ещё 20 с лишним лет Работать Поэтому Как бы меня это Катается Молодежь Молодых Честно сказать Вижу немного Потому что Думаю что В 20-летнем возрасте В 25-летнем Пенсия Кажется что Это так далеко Что Думаю что люди Наверное молодые Они не задумываются Да и вся политика Государства Когда Мы допустим Вот все 2000-е годы По накопительной системе Платили Какие-то взносы Вносили А сейчас Этих взносов Просто нет И государство Потратило Людям Дает понять Что Как бы ты не откладывал Что бы ты не делал В конечном итоге У тебя всё заберут И люди Мастер своей Уже сейчас Говорят о том Что как-то надо Надеяться на себя Откладывать Как-то копить Покупать какую-то Недвижку Чтобы В конечном итоге К старости Хотя бы какую-то Нехитрую квартиру Сдавать А Минимальную пенсию Люди говорят Ты всё равно Как-то получишь Если ты работал В своей жизни Хотя бы лет 15-20 Вот Общаясь с людьми Никто На пенсию Не надеется Потому что Пенсия Позорно Маленькая В нашей стране Самая богатая Которая имеет 40% Залежей всего Говорить о пенсиях В 12 тысяч рублей Там 14 Это просто смешно Денис Денис Ясно Спасибо Спасибо Вот активный участник По его словам Роман Александрович В сети Кстати много было Этих Высказываний По поводу того Так ведь Самый-то Как раз Эффективный способ Борьбы Забастовка Давайте Будем игнорировать Собственно Ну давайте Мы сейчас посмотрим Законодательство Мы все-таки Там настроены Работать в рамках Законов Тех Которых есть И там Эти понятия Смотреть Возможно Теоретически Либо невозможно То есть мы Работать намерены Дальше По соответствии С российским Мы забыли Что такое Цивилизованная Забастовка Это что это Я помню У нас законодательство Не предполагает Практически Там Настолько Как бы там Все жестко И там Куча отраслей Которые сегодня Однозначно Там не попадают Под эти вопросы Поэтому у нас Фактически Сегодня Забастовка По законодательству Невозможна Запрещена Ну по сути Да Я вот помню В теории Это она у нас есть Но провести Довольно таки Затруднительно Потому что Там надо Очень много Чтобы условия Но провести Организованно Я за тему Все таки Митингов Опять же Давайте посмотрим Что на сегодняшний день Происходит Мы видим Что система Митингов Сегодня Так или иначе Работает И соседние Территории Они активно Выходят На вот эти Протестные мероприятия Буквально вчера В Уфе проведено Большое мероприятие Профсоюзов Там порядка Пяти тысяч человек Принимали участие В Пермском крае В Перми Там две с половиной тысячи Приняло участие Во вторник В митинге Я думаю Что все равно Эта позиция Будет так или иначе Услышана Эта позиция Будет услышана И считать Что там Совсем никто Не учитывает И не считается С мнением Я считаю Что неправильно А вот позиция вторая Абсолютно правильная Мы говорим О создании Высокотехнологичной Экономики С современными Рабочими местами С цифровизацией Со всем остальным И здесь мы понимаем Что рынок труда Будет сокращаться Исходя вот Из этих позиций И это вот Один из примеров Который там Приведен Это абсолютно Правильный пример То есть там Эти бабушки Которые сидели В этих окошечках Их сегодня нет И дальше там Естественно Будут сокращаться Вот эти все темы Возможности Уже очень много В России Магазинов Где нет ни кассиров Ни правилцов Никого Автозаправочных станций Об этом и речь Поэтому мы и говорим О том Что сегодня Мы расширяем Рынок труда То есть увеличивая Количество людей Которые должны Трудиться Мы тем самым Но мы не создаем Рабочих мест Ведь для рабочих мест Нет сегодня Каких-то предпосылок По созданию То есть Мы не видим Что там Сегодня очень резко Возрастает Количество Потребность В рабочих местах Того или иного характера А вот как раз Люди после 50 Не знают Как устроиться Это уже сейчас Да сейчас А сейчас появятся люди Которые после 60 Должны будут устраиваться Как бы на рабочие места И насколько они будут Вот иду Сейчас встретил Руководителя Одной крупной компании Прямо по дороге Вот встречаю И говорю И тоже обсуждаем Эту тему Нет Примерно моего возраста Человек Называть не буду Но он ведь тоже говорит О том Что мы уменьшаем Количество рабочих мест На сегодняшний день Как бы там Современная Технология Не так или иначе И кого я говорю Вы берете на работу Молодежь Конечно Молодежь То есть это в любом случае Как бы так сказать Абсолютно востребовано А дальше что Вот с этими-то людьми будет Поэтому мы одно из там Наших требований Давайте посмотрим И тему с безработицей Сегодня То есть давно Эту систему Надо реформировать Занятости населения Пособие по безработице От 850 рублей И максимальный размер 4900 рублей Оно как-то стимулирует К чему-то сегодня Вне зависимости от того Где человек работал На какой должности Вот она именно такая Я всегда теперь Свой пример привожу Когда я остался безработица То есть там Без работы там Да я вот Все-таки чуть-чуть Немножко постоял Как бы там Посмотрел хотя бы там Изнутри Как этот механизм работает Ну то есть там После работы в правительстве В общем и целом Там 4900 Ну нормально Ну это 4900 еще Самая нормальная история Из районов Когда человек в деревне Чтобы съездить Получить свое пособие Которое 800 рублей Он тратит на дорогу больше То есть он просто Ему невыгодно Становиться на учет Потому что иначе Он будет тратить больше Чем получать Поэтому и говорим Что здесь вот Надо тоже этот механизм Сегодня рассматривать И решать Что будет Если вот количество людей Увеличится Как бы там Которые будут получать Это пособие по безработице Именно в таком режиме Правительство Вот уже какие-то шаги намечает А теперь сейчас люди говорят Они говорят Ну там Приравним к минимальному Размеру оплаты труда То есть 11 тысяч А сейчас люди говорят Зачем работать Если 11 тысяч Можно опять там сказать Получать через пособие по безработице То есть нужен какой-то там Здравый подход Там сегодня в этих вопросах То есть это тоже Как бы там В целом Реформирование рынка труда Оно должно учитывать И вот эти подходы Мне кажется наоборот Как раз Начать с реформирования Рынка труда И только потом уже Говорить о повышении Пенсионного возраста В том числе И об уровне Потому что иначе Вот когда Если такое будет принято Законопроект будет принят Возникнет вот это вот Довольно-таки длинное время Когда просто Все порушится может Вы сегодня встретили Руководителя крупного предприятия А я сегодня с утра Забегал в рыбацкий магазин Увидел объявление Требуется продавец Возраст до 30 лет Не студент Из чего я сделал вывод Что пенсионный возраст Надо не повышать Снижай Да 211-101 Номер нашего телефона Будете вы участвовать В протестных акциях Против повышения Пенсионного возраста Или уже участвуйте Почему Не будете Почему Что это может дать Пожалуйста Готовы вас выслушать После рекламы Продолжаем нашу беседу Роман Береснев Председатель Федерации Профсоюза В Кировской области У нас в студии Митинги И прочие акции Формы протеста Против повышения Пенсионного возраста О них мы сегодня говорим 211-101 Вы тоже можете высказаться Основная работа По сбору подписей Проводится на предприятиях На нашем предприятии Никто не ходит Не агитируясь У вас нет профсоюза А здесь есть профсоюзная организация Я все вас агитирую Вступить в профсоюз Вы никак не соглашаетесь Пора уже создать Первичную профсоюзную организацию Призываю А как это проходит Интересно Три человека собралось И собственно говоря Протокол Давайте просто в студию Сейчас третьего человека позовем И нам прямо Отправлять подписи А как понять Что дошли Какой-то отклик Будет отзыв Не знаю Как там по регламенту Это обратно будет Типа принято Все зафиксировано Если заказным С уведомлением Отправлять Это все равно Все равно дойдет В аппарат государственного Мы надеемся Все равно на почту России Давайте еще один Звонок выслушаем Добрый день Вы в прямом эфире Как вас зовут? Это вы меня Наверное спрашиваете Это мы вам говорили Это мы вас как раз Да Меня зовут Галина Ильинична Я со Слободского Вот пью чай Пенсионерка И слушаю вас Что по нашему вопросу скажете? Пойдете Не пойдете Почему? Меня интересует Это представитель Правосоюзов В какой партии Он состоит И верит ли он В Бога Давайте сначала Вы ответите На наш вопрос Все-таки Пойдете вы На акции протеста Не пойдете Почему? Нас это Я бы конечно Протест Ой зубов Извините Зуб у меня Выполдок Я бы с удовольствием Вот я пенсию Тоже получаю Маленькую Работала Работала В леспромхозе Старый человек Вот Пенсия маленькая Но знаете Мне вот обидно Молодежь Никто В Слободском Половина Никто не работает Не хотят работать Мошенничают В общем Нет работы Я не знаю Подожди Ну ответьте Ну ответьте пожалуйста Четко На наш Мы понимаем Что очень Не просто живется Чтобы они Что-то думали Работали Почему они Работать не хотят Я прослушал Повышать надо Или что Сказать Да Я думаю Так Ну конечно Жалко Людей Очень жалко Вот как Колхозников Еще ранешний Вот мы Сельской местности Так я пенсию Получаю Прожиточные Минимумы Хотя и стаж Есть Мы понимаем Но пожалуйста Скажите Вы там Что-то не договорили Как-то Пошла бы Но почему Не пойдете Потому что Не будет ничего Ничего не добьемся Мне кажется Все бесполезно Вы считаете Ничего Правды не будет Нету правды Я пенсионерка Копила Даже деньги На гроб По-русски Сказать просто Меня здесь С Лобачком Обокрали 200 штук Украли партнеры 200 что Курица Литя Чего Тысяч И никакой Правды нету Как вот Мы еще пойдем Добиваться Чего-то Мы желаем Мы желаем Вам все-таки Удачи Ну вы мне Ответьте пожалуйста Удачи в этой жизни Верить в Бога Дело Дело Каждого Лично Пусть Роман Александрович Сам уже отвечает Роман Александрович Как сам решит Ой столько Сказано всего У меня наушники Смолк У нас не пресс-конференция Роман Александрович По личным вопросам Я им говорю Это ваш выбор Отвечать не отвечает Личное дело Каждого Значит вот Звонок у нас был Денис сказал Что ходит Надо ходить Несмотря на все А вот Звонок Пожилой человек Говорит что Пенсии Пенсионный возраст Надо все-таки Повышать Я правильно понял ее Повышать Повышать Потому что Ну я не понял Было сказано Не слишком уверенно И четко Слишком много Было сказано Про все остальное По главной теме По-моему нет Ну в общем Мы некие колебания Некие сомнения Все-таки услышали Проголосовать вы можете По данному вопросу И на нашей странице Вконтакте На нашем сайте Кирова.ру Четыре варианта Ответ Пойдете Не пойдете Да конечно Кто если не мы Я бы пошел Но организаторы Вызывают сомнения Нет Эти акции Эти акции Ничего не изменят И свой вариант Можно еще В комментариях Оставлять Пока я По-моему Не вижу Что есть Свои варианты Ну тогда давай Примем еще один звонок Телефонный Добрый день Как вас зовут Добрый день Добрый день Меня слушаете Да Меня зовут Анна Сергеевна Я хотела бы Кратко сказать Анна Сергеевна Вот только четко Пойдете Не пойдете Почему Нет Я обязательно Пойду Я Так сказать Дама Смиссионного возраста И считаю Что Идти надо Знаете Такую поговорку Капля камень Точит Надо использовать Любую возможность Добрый день Вот и все Это весь ответ Ваш Нет Ответ мой Однозначно Я пойду И я считаю Что всем надо идти Кто Придерживается Моей точки зрения Допустим Что повышение Пенсионного возраста Это уже За гранью Добра и зла А вы сказали Дамы пенсионного возраста Вот уточнить Вы дамы пенсионного Или предпенсионного возраста Нет Я уже на пенсии Вы уже на пенсии Но пенсия Маленькая Ну это понятно Да К сожалению Вот у нас у всех Практически Кому около 60 Пенсии очень небольшие И жить на них И покупать лекарства Ну невозможно К тому же Состояние здоровья Уже таково Что не всегда Поздравляет работать И подрабатывать Скажите пожалуйста Вопрос безусловно Архиважный Как все таки На ваш взгляд Донести Достучаться до каждого Работающего Да и не работающего Уже на пенсии Что надо высказывать Свою позицию По этому поводу Вот как добиться Такого массового Ну вот вы знаете Как сказать Никак Никак Это дело Совести И храбрости Каждого человека Мне кажется У нас боятся Люди потерять То немногое Что имеют Если кто-то Имеет работу Более-менее Приличную Если кто-то Работает на пенсии Они боятся Что их выгонят И не подписывают Просто Насколько я знаю Вот эти листы В общем Такая история На ваш взгляд Которая часто встречается Ну да Человек боится Боится потерять И поэтому Да Да К сожалению Вот так вот Но я считаю Что надо идти Спасибо За позицию Приходите Спасибо Вот еще Да Один голос За то Что надо участвовать В этих мероприятиях А кстати Удача Сочекотливую тему Затронули Там Работники На работе На предприятии Не получают Потом за такую Активную позицию Какую-то нагоняй У нас пока нет Соответствующих сообщений Что в каких-то Коллективах Есть определенная Проблема Даже скорее Вот там Работодатели Высказывают Все-таки Не всегда открыто Но скрыто Позицию в поддержку Поэтому Да Я же там Встречался С работодателями Мы тоже обсуждали Этот вопрос Были голоса За Были голоса И против То есть Поэтому там Позиции у каждого Работодателя Они свои И каждый Конкретно Для себя Какой-то выбор Определенный Делает Поэтому Мы пока Не столкнулись С такой ситуацией Что где-то там Запрещают Сегодня подписывать Вот эти Соответственно Собирать эти Подписи Я хочу Роман Александрович Уточнить Вот на Вот это Категорическое Нет повышению Пенсионного возраста Это точка Зрения профсоюзов Она вот сейчас В данный Определенный момент Времени Такова Что нет Или когда-нибудь Потом Возможно К этому вопросу Я еще раз Можно Я теперь Личной позицией Буду руководствоваться Поскольку Там Да Это позиция Федерации Я ее озвучиваю Личная позиция Все равно Обсуждать Эту тему Надо Она все равно Там Это демографический Там процесс Он складывается Таким образом Что Действительно У нас Сегодня 90-е выходят Вот те Кто родились 90-е выходят На рабочие места И выходят На пенсию Те Кто родились Там В 50-е Когда был Демографический Там Подъем В стране Поэтому Конечно Эту тему Обсуждать Надо Но Обсуждать В комплексе Со всеми Спектрами И с расчетами С конкретными Расчетами По данным Вопросам Давайте Там Я ни Официальные Документы Не видел По тому Что В этой Ситуации Будет Какие Расчеты Нам сказали По 1000 Рублей Добавили Владимир Даже Вот В этой Ситуации По 1000 Рублей Мы Законопроект Не видели По вопросу Повышения Пенсии Давайте Мы Скажем Что Конкретно Вы знаете Кто-то Из Тех Кто Будет Когда-то Через 20 Лет Выходить На пенсию Сколько У него Будет Размер Пенсии Мы Даже Свою Не знаем Хотя Через год Выходить 640 Миллиардов Рублей Вот Эта Цифра Звучала Бюджет Пенсионного Фонда Да Вот Какой Расчет Это Годовой Понятно Вот Что В год Это Ну Хорошо Скидочку Ссылочку Сделайте Мне Что Тоже Посмотрим Это Первая Цифра Появилась Это Какое Поколение И Если Примут Если Введут Со следующего Года То Так Так В 19 Году Никто На пенсию Тогда Не Выйдет И Соответственно За Этот Год Бюджет Дополучит Пенсионного Фонда 640 Миллиардов Рублей И Там Написано Что Это Сумма Ежегодная И Законопроект О Повышении Пенсионного Возраста Мы Не Видим Законопроект О Повышении Уровня Пенсии Где Этот Законопроект Не Об Индексации А О Повышении На словах Говорят Про эту Тысячу Только Непонятно Тысяча Каждый Десять Раз в год Я имею ввиду Индексация В связи с инфляцией Я имею ввиду Индексация Это Она Обязательно О повышении Мы хотим А вот Это Повышение Тысячи Это Все говорят Нам же говорят Что Непонятно Что за тысячу В месяц В год В квартал Каким образом Все говорят О каких-то расчетах Но документа Нет Мы же должны Руководствоваться Все таки Более-менее Понятным документом Для каких категорий Это усредненные Либо это Для всех Одинаковые Это уже тоже Каждого касается Человека Который сегодня Находится на пенсии Потому что Если в среднем Тысячу То мы уже Эту историю Знаем Кто-то получит 20 тысяч Мы ратифицируем Конвенцию Мод Или не ратифицируем Потому что Есть такая 102-я конвенция Мод Международная Организация труда И в 102-й конвенции Которую сейчас Правительство Говорит вроде о том Что там С некоторыми Изъятиями Народифицировать Указано Что размер пенсии Там не может быть Меньше 40% Утраченного заработка Сегодня там Путем Этих Среднестатистических Расчетов Мы получаем Разделить Среднюю зарплату В стране На средний размер Пенсии 33% Казалось бы близко Казалось бы близко Но это все равно Это же там Конкретная цифра Давайте посчитаем Там даже эти 7% Там в размере Конкретной пенсии Это тоже какой-то Определенный И утраченного Заработка Не каких-то там Расчетов А именно Утраченного Заработка То есть Как это считать Вот я говорю Что там В принципе Надо сегодня Рассматривать Целую пенсионную систему Как понятный механизм А не вот эти Там баллы Небаллы Накопительные Ненакопительные Там Где чего Там Негосударственные Пенсионные фонды 34 лицензии Уже отозваны Негосударственных Пенсионных фондов Где эти накопления На сегодняшний день Вот много вопросов Которые Сегодня Там остаются Без ответов Там А что делать С рынком Серых заработных плат Вчера Вот у нас была встреча По линии строительства Там С Игорем Владимировичем Васильевым С нашим губернатором Да И говорят Конкретно Там О цифрах Когда там Теневой Рынок Трудо В строительной отрасли Он Там Сегодня Превышает Белый рынок Больше половины Больше половины Вот и все Поэтому Ну там Конечно Организации Которые работают В Белой Они крайне заинтересованы Чтобы им создали Хоть какой-то Нормальный уровень Конкуренции В этой среде Который Ну соответствовал Б этим позициям А когда По любому контракту Люди падают Там до 70 До 80 Процентов От стоимости Мы же понимаем Что это можно сделать Только не платя налоги Не платя нормальную Заработную плату Как бы так сказать Да Ну и за счет Там еще Этой самой Стоимости материалов И их качество То есть вот Три позиции Которые там Сегодня снижают Люди Для того Чтобы участвовать В государственных И муниципальных Вот этих заказах Не ставим точку В этой теме Ставим запятую Безусловно Продолжим На этом Час Заканчивается Благодарим Нашего гостя Роман Береснев Председателя Федерации Профсоюзных Организаций Кировской области Еще раз напомним Сегодня и в понедельник Подпись еще Федерация собирает И с 16 В понедельник В 18.00 В сквере Степана Халтурина Приходите Против повышения Пенсионной Митинг Спасибо Мы с Николаем Не прощаемся Скоро вернемся Субтитры сделал DimaTorzok